Глава 51. Учение Будды. Эпиграф. В девятнадцатом и двадцатом воплощениях Господь явился в семье Вришны, как Баларама и Кышна, чтобы избавить землю от бремени. В начале Кали-юги, чтобы ввести заблуждение врагов-богов, Господь воплотился как Будда в стране Гая, Бихаре. Затем, на стыке двух юг, когда цари уподобятся грабителям, Господь воплотится как Калки, сын Вишну Яши. Шримад Пагаватам. Книга 1. Глава воплощения Шри Кришны. Стихи 19-22. Из множества людей, с которыми мне доводилось встречаться, мало кто смог дать комментарий по поводу того, что Будда Шакьямуни придет на землю ради того, чтобы дать учение, которое ведет в заблуждение врагов-богов. Начнем с того, что одно из значений слова Бог звучит как Сурья, Сур. Если добавить отрицательную частичку НЕ, на санскрите А получится слово Асур, то есть не Бог. По сути, с начала времен шли битвы между богами и Асурами, существами, обладающими сильной волей, развитым интеллектом и сильно обособленным, гордящимся самим собой сознанием, или, как еще говорится в некоторых писаниях, демоническим. Парашурама уничтожал сословия кшактриев, которые, презирая наставления и вет, глумились над его отцом Браманом. Как сказано, уничтожая их, он обошел землю вокруг 21 раз. Рама, у которого Равана, царь демонов, похитил супругу Ситу, уничтожил целое войско демонических существ, Кришна, помогавший Пандавам в праведной войне с Кауравами. В Шримат Пагаватам сказано, что Будда придет для того, чтобы дать учение, которое ведет заблуждение, в кавычках, врагов-богов. Миссия, выполняемая Господом во всех воплощениях, одна – восстановить учение вед, воссоздав основы дхармы и уничтожив несправедливость. Кто знаком с такими писаниями, как Махабхарата, Рамайана или Шримат Пагаватам, знают, что… Цитата. Намерение Хирани Кашипу стать бессмертным. Нарада сказал. Хирани Кашипу вожелал бессмертия, избавления от старости и болезней, мистических совершенств и власти на всей Вселенной. Ради этого он начал совершать суровую аскезу в долине горы Мандиры. Он стоял на пальцах ног, подняв руки и глядя в небо. Через некоторое время от волос Хирани Кашипу изошло сияние. Такое же яркое и нестерпимое, как излучение солнца во время пролая. Огонь появился из его головы, опаляя высшие и низшие планеты страшным жаром. Из-за его аскезы реки и океаны вышли из берегов, острова и горы задрожали и пали звезды. Испуганные полубоги обратились к Брахме и сказали о желании Хирани Кашипу стать бессмертным владыкой всех миров. Услышав о цели подвига Хирани Кашипу, Брахма в сопровождении Бхаригу и мудрецов явился перед демоном. Хирани Кашипу, увидев Брахму, пал ниц перед Творцом Вселенной и вознес почтительные молитвы. Когда Брахма согласился дать благословение Хирани Кашипу, демон попросил, да не принесет мне смерти ни одно существо, сотворенное Тобой. Согласись, чтобы я не был убит ни во дворце, ни вне дворца, ни ночью, ни днем, ни на суше, ни в небе, ни оружием, ни человеком, ни животным, ни полубогом, ни демоном, ни змеем. Да не будет у меня соперников. Дай мне мистические силы, славу и господство над Вселенной. Шримад Пхагаватам. Книга 7. Слова Хирани Кашипу говорят сами за себя. Хирани Кашипу отвергал существование Господа и Его величия, стремясь завладеть Вселенной, править единолично всеми тремя мирами. Такова цель практически любого небога. Тоже заявляли Чанда и Мунда, Махиш Асура и многие другие. Но какова их печальная участь, в то же время как слава истинных Муни и праведных йогинов не увядает с годами? В чем разница между сатвичными практиками и раджасичными? Йогины, практикующие в гуне благости, всегда и во всем полагаются на волю Господа и следуют предписаниям Дхармы. Именно к ним принадлежат Нарада Муни, Вьясадева и другие, в то время как йогины, практикующие в гуне раджаса, действуют только благодаря личному упорству и стремлению, развивая такое качество, как воля. А это всегда тапос. Аскет стоит на одной ноге по тысяче лет с поднятыми руками до тех пор, пока его руки не отсохнут полностью. Или медитирует, сидя под палящим солнцем среди пяти огней. Или выполняет практики медитации, сидя на леднике. Это был пример. В самом тапосе нет ничего плохого. Это приемлемый и возвышенный процесс накопления внутренней силы для реализации чего-то задуманного или получения благословения. Но стоит учесть цель, с которой он выполняется, к примеру, в случае Херани Кашипу. Тот не думал о праведности и почитании Господа. Он жаждал единоличного правления над всей Вселенной и бессмертия. Кто тщательно изучал путь развития мистических способностей у таких падших йогинов, как Херани Кашипу и тому подобных, знает, что их практика, как в целом, так и в частностях, схожа с принципом отречения раджа-йоги. Мир пустоты не несет в себе качества божественности. Это принцип за пределами ума, где нет ни божественности, ни небожественности, где нет ни греха, ни добродетели, ни ты, ни я, нет двойственности, все едино, адвайта. Нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Нет ни жизни, ни смерти, ни существования, ни несуществования. Все есть брахман, сказано в Писаниях. Разница между учением бхакти и раджа-йогой заключается только в наличии или отсутствии признания Господа, как поддерживающего жизнь во Вселенной со стороны Искателя. Идем далее. Ни одно демоническое существо, павшее от руки Шри Кришны, не признавало самого Шри Кришну как верховного владыку Вселенной. Впрочем, как не признавало вообще никого. Если провести параллель, то можно увидеть, что в учрении Будды Шакьямуни имеется подобное. Весь мир – иллюзия. В нем нет ни ты, ни я. Понятия мое и твое ведут к страданиям сансары. Небесные сферы и ады – также часть иллюзии. И сам человек – лишь иллюзорная проекция и не более. Лишь бескачественный брахман, вне гун и закона кармы, вне качеств, цветов и определений, реален. Стоит признать, что учение Будды Шакьямуни изначально отрицает принцип Господа, правящего всеми тремя мирами. Впрочем, и объяснить явление таких высших существ, как Шри Кришна или Шри Рама, также не в состоянии. Также в нем нет и опоры на веды. Точнее, в ведах, как в священных писаниях, можно найти учение о непроявленном, но данное учение является лишь своего рода гранью самих вед. Данный факт уместен в сравнении с тем, как, описывая Шри Кришну, можно сказать, что он бескачественен, не проявлен, вне гун и традиций, не указывая, что он является и верховной божественной личностью, другими словами, обладая чувством «я» в его совершенном аспекте, то есть не подвержен ложному отождествлению с чувством «я» и «моё» и телом обладал во время прихода на Землю. Возникает вопрос. Физическое проявление Шри Кришны было также иллюзорно. Или оно было реально в своем проявлении, или то и другое, или ни то и ни другое, или обладало всеми аспектами проявленного мира в совершенстве, и было одновременно и реально, и нереально. Если нереально, то как Господь может быть совершенным во всех планах бытия? А если реально, то учение Будушек Емуни терпит крах. Так в свое время поступил и Шанкарачарья, дав учение о Адвайте недвойственности. Он просто вычленил данное учение Адвайта-Виданту, в основе которого, кстати, лежит отрицание, подобный методу «не то, не то». Дал его своим ученикам, основал несколько монастырей, а сам практиковал путь поклонения, бхакти-йогу, строя храмы, читая молитвы, разыскивая места силы и поклоняясь Божественной Матери. Путь отрицания и непосредственно Адвайты привлекателен для тех, кто непримирен к понятию Бога, проявленного в форме муртия, преданности и служению Господу в качестве слуги. А именно такое положение занимает индивидуальное живо по отношению к Господу. Как бы Ирьяна ни проповедовал Будда Шакьямуни или Шанкарачарья, мир существовал и будет существовать как до, так и после их прихода. И данный факт указывает на то, что существуют некие высшие силы, руководящие процессами мироздания. Ведь проще сказать, что все есть Бог, все есть Брахман, опираясь на тождественность с высшим существом и слегка гордясь своим величием. Многие учителя нашего времени провозглашали себя Кришной. Невзирая на подобные утверждения, проявить себя так же, как проявил себя в свое время Шри Кришна, так и не смогли. Это говорит о том, что утверждаемое не является в полной степени правдой. И возможно, что Йогин просто пережил какое-то чувство тождества и не боли. По сути, Господь беспределен в своем состоянии и аспектах. Утверждения о том, что кто-то постиг Господа, по меньшей мере, неразумны. Как можно постичь то, что не имеет начала и завершения? Масья Шода, открыв рот маленькому Кришне, когда тот поедал землю, изумилась, увидев там все миры, вращающиеся галактики и саму себя. На одной из планет, открывшую рот маленькому Шри Кришне. Только ли бескачественен Шри Кришна, или он обладает всеми качествами в их совершенном виде? Цитата. Да, исполнится. Я расскажу тебе сейчас о своих божественных проявлениях, но только о самых важных, о лучшей искуру, ибо нет конца моим проявлениям. Я высший дух, пребывающий в сердце каждого существа. Я начало, середина и конец всех существ. Из Адитьев я Вишну, из Светил я Лучезарное Солнце, из Марут я Маричи, среди звезд я Луна, из Вет я Самоведа, из Полубогов я Индра, из Чувств я Ум, в Существах я Сознание, из Рудр я Шива, из Якши и Якшесов я Кубера, Владыка Сокровищ, из Васу я Агни, из Гор я Меру. Знай, из Жрецов я Главный, Прихаспати, из Полководцев я Картикея, из Водоемов я Океан, из Великих Мудрецов я Абхригу, из Слов Священный Слог Ом, из Жертвоприношений я Жертва Повторения Мантер, из Неподвижных Объектов я Гималая, из Всех Деревьев я Баньян, из Мудрецов среди Полубогов я Нарада, из Ганхарвов я Читрарадха, из Совершенных Существ я Мудрец Капила, знай, из Коней я Учай-Хшвара, возникший из Нектара, из Царственных Слонов я Айравата, среди Людей я Монарх, из Оружия я Удар-Молнии, среди Коров я Сурабхи, из Порождающих я Кандарпа, Бог Любви, из Змей я Васуки, из Нагов я Ананта, из Обитателей вот я Варуна, из Предков я Арьяма, из Судей я Яма, Бог Смерти, из Дайтьев я Прохлада, из Покорителей я Время, среди Зверей я Лев, среди Птиц я Горуда, из Очистителей я Ветер, из Носящих Оружие я Рама, из Рыб я Акула, из Рек я Ганга, я Начало, Конец и Середина всех Творений у Арджуна, из Наук я Учение о Духе, я Истинный Вывод Логиков, из Букв я Буква А, из Составных Слов я Двойное Слово, я Неприходящее Время, я Творец Всюду Ликий, я Всепожирающий Смерть, я Причина Того, что Должно Возникнуть, из Женских Качеств я Слава, Счастье, Красноречие, Память, Рассудительность, Стойкость и Терпеливость, из Гимнов я Самоведы, я Брихат Сама, из Размеров я Гая Три, из Месяцев я Маргаширша, ноябрь-декабрь, а из Сезонов я Цветущая Весна, из Обманывающих я Азартная Игра, я Великолепие Великолепных, я Победа, я Смелость, я Добродетель Добродетельных, из Рода Вришни я Васудева, из Пандавов я Арджуна, из Святых Мудрецов я Вьяса, а из Провидцев я Ушана, я Наказание, пресекающее беззаконие, я Политика, стремящихся к власти, я Безмолвие Тайн, я Мудрость Мудрых, я Семя Всего Существующего, о, Арджуна, и нет Создания, подвижного или неподвижного, которое могло бы существовать без меня, нет конца моим божественным проявлениям, о, Победитель Врагов, я лишь вкратце рассказал о некоторых моих проявлениях, знай, что все славное, прекрасное и могущественное произошло лишь от частицы моего великолепия. Но нужно ли тебе, о, Арджуна, такое подробное знание, «Одной лишь частичкой себя я пронизываю и сохраняю всю Вселенную». Пагават Гитта, глава 10, стихи 19-42. Стоит повторить последнюю фразу, поскольку в ней имеется очень глубокий смысл. «Одной лишь частичкой себя я пронизываю и сохраняю всю Вселенную». Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Егорова Продолжение следует...